Эфир канал ОТС продолжает программа «Экстренный вызов». Детям до 16 смотреть не рекомендуется. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Одну убил, другую покалечил. Кровавая драма разыгралась в Зайльцовском районе Новосибирска. Под стражей оказался молодой мужчина. Вместе жили, вместе торговали наркотиками. Семейный подряд распространителей синтетического героина задержали полицейские. Выслушали приговор за нападение на идеологических противников. Какие сроки получили молодые антифашисты? Одну убил, вторую тяжело ранил. Кем оказался таинственный маньяк с улицы Залескова? На месте происшествия побывала наша съемочная группа. Соседи рассказывали, что в третьем подъезде убили девушку. А чем она занималась? Ну, как говорят, что они там каким-то неправомерными действиями занимались. Соседи девушку успокоили. Изначально о жестоком убийстве, которое произошло в ее доме, она узнала из социальных сетей. Пользователи наперебой рассказывали о маньяке, отрезавшем юной студентке голову. Правда, оказалось проще. В ночь с пятницы на субботу безработный мужчина наведался на улицу Залесского, чтобы получить интимный досуг. В какой-то момент, когда мужчина и 19-летняя девушка находились вдвоем в одной из комнат, между ними произошла ссора, и на почве внезапно возникшего личного неприязненного отношения к потерпевшей, злоумышленник решил ее убить. С использованием ножа он нанес ей не менее шести ударов в область расположения жизненно важных органов, от которых та скончалась на месте. Непосредственно после этого злоумышленник вышел из комнаты и нанес несколько ножевых ранений также 20-летней девушке. По некоторой информации, в гостях у 20-летней жрицы любви в этот момент тоже находился клиент. Нападение произошло у него на глазах. Однако невольный свидетель не сумел дать отпор вооруженному ножом мужчине. После этого, по версии следствия, гость прихватил попавшиеся ему на глаза мобильный телефон и пятитысячную купюру. И покинул квартиру. Искать опасного клиента немедленно начали правоохранители. Опросив свидетелей и жильцов дома, сотрудники полиции уже через несколько часов установили личность предполагаемого преступника. Как выяснилось, после совершения убийства мужчина покинул Новосибирск и направился в Кемеровскую область, где планировал скрыться от полиции у своего знакомого. В ночь на 30 сентября на территории города Мариинска был задержан автомобиль, в котором находился подозреваемый в совершении преступления. Предполагаемого преступника доставили в Новосибирск. Его подозревают в убийстве одной девушки, покушении на жизнь второй и разбойном нападении. Выяснилось, кровавую расправу на улице Залесского устроил человек по имени Александр Сыщенко. Мужчина раньше никогда не был судим. На допросах внятно ответить на вопрос, что произошло в пятницу вечером, он не смог. За что задержан? За убийство. Кого? Девушку. Сколько? Двое. Сколько? Двое. За что убил? Не знаю. Как не знаю? Переклинило. Как понять, переклинило? Говорил. Курил, кололся, пил? Нет, ботик не употребляю, пил. Что пил? Пил. Сегодня подозреваемого доставили в Заельцовский районный суд, чтобы решить его судьбу на ближайшие два месяца. Подозревается в совершении трех эпизодов преступления, которые относятся к категории особо тяжких, не работает, не проживает по месту регистрации. После совершения указанных преступлений, с места совершения преступлений скрылся, был задержан на территории иного региона. В итоге, на время следствия, Фемида отправила мужчину в изолятор. Если Александра Сыщенко признают виновным во всех трех преступлениях, он может навсегда лишиться свободы. Анна Скок, Константин Менин, экстренный вызов. Жили в гражданском браке и вместе сбывали аналог героина. Новосибирские полицейские обезвредили семейную пару наркоторговцев. По версии правоохранителей, 41-летний новосибирец и его 40-летняя сожительница, ранее уже судимые за незаконный оборот наркотиков, сбывали запрещенное зелье через закладки, раскладывая их в разных районах города. Подельники дробили оптовые партии товара на разовые дозы и продавали их в розницу. Обыскав автомобиль, гараж и квартиру фигурантов в Дзержинском районе Новосибирска, оперативники изъяли электронные весы, упаковочный материал и пакеты с белым порошком. Экспертиза показала, что это сильнодействующий наркотик. По результатам исследования, проведенного в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД России по Новосибирской области, было установлено, что изъятое является сильнодействующим наркотическим средством, синтетическим аналогом героина, по своему воздействию превышающим морфин в 10 тысяч раз. Общий вес изъятых наркотических средств составил 423 грамма, что является особо крупным размером. По решению суда, подозреваемых взяли под стражу на время следствия. Согласно действующему законодательству, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Оборонялись или нападали. Молодые антифашисты выслушали приговор за борьбу с идеологическими противниками. Под горячую руку леворадикалов попали несколько правых скинхедов и спортивных фанатов. Когда парни пустили вход в нож, в дело вмешались полицейские. Владислава Соколика по кличке Боец оперативники считают лидером новосибирского движения «Антифа». По данным правоохранителей, вместе с соратниками он неоднократно нападал на сторонников праворадикальных идей, вел активную пропаганду анархистских взглядов среди молодежи и был убежденным сторонником силовой борьбы с националистами. Кроме Соколика на скамье подсудимых оказались Роман Кузьмин и двое их несовершеннолетних товарищей. Первое нападение, в котором обвиняют фигурантов, произошло в 2016 году, в День Победы. Подсудимые в ночное время по первому эпизоду передвигались по городу Новосибирску, встретили потерпевших, посчитав их приверженцами движения фашистов, подошли к ним, воспрепятствовали дальнейшему движению и с применением предмета, используемого в качестве оружия, именно газового баллона, а также впоследствии с применением предмета, обладающего куличережущими свойствами, нанесли один удар, в том числе, в живот одному из потерпевших, в результате чего был причинен тяжкий вред здоровью. Жертвой злоумышленников по второму эпизоду стал фанат футбольного клуба. В итоге идейных молодых людей обвинили в хулиганстве, а также причинении тяжкого и легкого вреда здоровью. Фемида посчитала вину фигурантов доказанной, несмотря на все доводы стороны защиты. Все это белыми нитками шито. Ребята пытались обороняться, то есть их гнали, как зайцев, и их же еще и посадили, его же посадили на реальный срок. Это что? Мальчишка, который вот с утра до вечера на работе, плюс обучается, учится, да, учит языки, учит языки программирования. За что посадили, можно узнать? Чем он так опасен нашему обществу? Что он такого сделал? Что он пытался защититься и убежать от этих ребят со свастикой? По решению суда Владислава Соколика изолировали от общества на пять лет. Роман Кузьмин получил три года и один месяц. Это время молодые люди проведут в колонии общего режима. Их подельники, которые в момент совершения преступления еще не достигли совершеннолетия, отделались условными сроками. Суд даже не стал разбираться, дело полностью надуманное. В пух и прах развивались любые доказательства. Все, собственно, от начала до самого конца. Просто выдумка. Точку в этом деле ставить рано. На обжалование приговора у молодых людей есть 10 дней. В Зайльцовском районе Новосибирска пассажиры напали на водителя такси. Предполагаемых разбойников полицейские задержали по горячим следам. Ими оказались опасные рецидивисты. Угрожая извозчику ножом, двое мужчин отобрали у водителя 4 тысячи рублей и 2 сотовых телефона. Оперативники вышли на след нападавших и задержали их в одном из хостелов в Кировском районе города. Предполагаемыми разбойниками оказались ранее судимый за побои и хранение наркотиков житель Черепановского района и Новосибирец, за плечами которого разбой и убийство. Полицейские взяли подельников с поличным. У них изъяли 5 мобильников, среди которых нашлись и аппараты, похищенные у таксиста. Кроме того, у подозреваемых обнаружили одежду, которая была на них в день совершения преступления, а также нож. На время следствия фигурантов поместили под стражу. Сейчас правоохранители проверяют их на причастность к совершению других преступлений. На этом все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Будьте осторожны и соблюдайте законы. Увидимся на канале ОТС. Субтитры подогнал «Симон»